Всем привет! Мюнстер, город земельного подчинения в Германии, в земле Северной Рейн-Вестфалия. В Мюнстере расположены важные судебные и административные учреждения земли Северной Рейн-Вестфалия, в том числе Конституционный суд и Высший административный суд. Мюнстерское католическое епископство, основанное более 1200 лет назад, является одним из старейших на севере Германии и играет большую роль за пределами Вестфалии. Огромное количество велосипедистов и исторический центр города придают ему неповторимый облик. География. Мюнстер расположен на севере Федеральной земли Северной Рейн-Вестфалия. Ближайшими большими городами к Мюнстеру являются Оснобрюк, 44 километра на север, Дортмунд, 61 километр на юг, Билефельд, 62 километра на восток, Инсхеди, Нидерланды, 65 километров на северо-запад. Город является одной из 42 городских агломераций в Германии. По своей площади он стоит на 16 месте среди городов ФРГ с самой большой площадью, однако почти половина территории города используется для нужд сельского хозяйства. Климат. Несмотря на то, что среднегодовое количество осадков в Мюнстере, 700 мм, год, примерно равно среднегодовому количеству осадков в Германии, за городом прочно закрепилась слава дождливого города. Причина этого лежит не в абсолютном количестве осадков, а в большом количестве дождливых дней. Среднегодовая температура составляет 9 градусов при ОК. 1500 солнечных часах в году. В сравнении с другими немецкими городами, по этому показателю Мюнстер находится в числе 20% городов с самой пасмурной погодой. Зима в Мюнстере достаточно мягкая, снег идет относительно редко. Летняя температура соответствует средней по стране. Мюнстер разделен на 6 административных районов. Центр, Север, Восток, Запад, Юго-Восток и Хильтруп. В каждом таком районе есть местное самоуправление из 19 членов, которые выбираются на коммунальных выборах. Указанные районы, в свою очередь, состоят из более мелких образований. История города охватывает более 1200 лет. Первоначальное поселение было основано в 793 году Карлом Великим, который приказал построить недалеко от своей резиденции монастырь, от латинского слова «монастыриам» и происходит название города. В первой половине 16 века архивы города были полностью уничтожены. Таким образом, исторические сведения, относящиеся к периоду до указанного времени, частично неточны и основаны на документах, которые хранились за пределами города. В 1170 году Мюнстер получает статус города. Примерно в это же время начинается строительство городских укреплений. Длина городской стены составляла около 4 километров. В середине 14 века она была усилена за счет сооружения других строений. В это время Мюнстер был самым большим по площади городом Вестфалия. 1358 год, первое упоминание Мюнстера как члена Ганзы. Однако возможно, что к тому времени город уже долго состоял в этом союзе. В 1648 году в городе произошло событие европейского уровня, подписание вестфальского мира, который положил конец 30-летней войне и 80-летней войне. В 1811 году эти земли были аннексированы Францией, и Мюнстер стал административным центром департамента Липе. С 1815 по 1945 – столица прусской провинции Вестфалия. В 1915 год, население города превысило отметку в 100 тысяч человек. 18 июня 1990 года, в рамках подготовки договора 2 плюс 4 в исторической ратуши прошла встреча Ханса Дитриха Геншера и Эдуарда Шеварднадзе. Жители города оказали политикам бурный прием. Население Мюнстера составляет более 270 тысяч человек и еще около 10 тысяч. Человек указывают Мюнстер как свое второе место жительства. Около 9% населения города составляют иностранцы. 6,3% трудоспособного населения не имеют работы. Декабрь 2007. 80% всех работающих жителей заняты в сфере услуг, 17% в производственной промышленности и 1% в сельском хозяйстве. Средний житель Мюнстера моложе 36 лет и, таким образом, на 4 года моложе, чем средний гражданин Германии. Ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,3 года для мужчин и 83,1 год для женщин. Это самая высокая ожидаемая продолжительность жизни в городах Германии. Основными организациями-работодателями в Мюнстере никогда не были промышленные предприятия, скорее образовательные и управленческие учреждения, в том числе университет и управление округом. Поэтому Мюнстер часто называют письменный стол Вестфалии. Также Мюнстер играет намного большую роль в сфере торговли в своем регионе, чем другие города такого же размера. Наряду с указанными отраслями сельское хозяйство, особенно в отдаленных от центральной части города районах, продолжает играть большую роль в экономике города. В Мюнстере нет больших предприятий и только небольшое количество средних. Упомянуть можно Басфкоутинс Эйги, отделение по производству лаков фирмы Басф, лакокрасочный завод Брилакс, а также Вестфален Эйги, общегерманскую сеть заправочных станций. Мюнстер считается университетским городом. В общей сложности в нем обучаются около 50 тысяч студентов. Вестфальский университет М. Вильгельма, в котором на 15 факультетах учатся 42 000 студентов. Данные на зимний семестр 2005-2006. Является одним из крупнейших университетов Германии и самым крупным работодателем города. 13 000 работников, включая университетскую клинику. Университет был основан в 1780 году. С 1 апреля 2004 года к университету также относится высшая музыкальная школа Мюнстера. Университету принадлежит более 280 зданий в городе. В июле-сентябре 1999 года в клинике университета проходило лечение от лейкемии, а затем скончала СРМ. Горбачева. Также к крупнейшим вузам своего типа принадлежит высшая профессиональная школа Мюнстера. В ней на 12 факультетах учатся почти 9 000 студентов, включая отделение в Штайнфурте. Она была основана в 1971 году и является крупнейшей профессиональной школой Германии. Ведущим исследовательским центром Мюнстера является Институт молекулярной биомедицины общества Макса Планка. Высшая школа государственного управления. Основана в 1978 году. Академия искусств. Основана в 1971 году. Высшая католическая школа земли Северный Рейн, Вестфалия. Основана в 1971 году. Мюнстерская школа делового администрирования и экономики. Самым успешным футбольным клубом города является Пройсен Мюнстер, вице-чемпион страны 1951 года. С сезона 2011-2012 он выступает в третьей лиге страны. Волейбольный клуб Аск Манста выступает в первой волейбольной лиге. В городе регулярно проводятся различные спортивные мероприятия. Марафон, регата на озере Ажа. Мюнстер богат шедеврами как исторической, так и современной архитектуры. Исторический облик города формировался в первую очередь церквями, которых в городе более 20. Особое место среди них занимают собор Святого Павла и Ламбертикерфе. Во время Второй мировой войны центральная часть города была практически полностью разрушена, однако многие здания были впоследствии восстановлены. Среди произведений современной архитектуры стоит отметить здания городского театра и городскую библиотеку. Раз в 10 лет в городе проводится международный конкурс скульптурных проектов, после которого город обогащается различными скульптурами, число которых в настоящее время достигло 60. В год город посещают около 5 миллионов туристов. Около 478 тысяч человек, из них около 47 тысяч иностранцев, остаются в городе на несколько дней проводят в городе в среднем 3 дня. Мюнстер любим гостями за его региональные праздники, такие как Юра Сити Фест, Рождественский рынок и ярмарка Сент. Эти события привлекают множество гостей из Ружской области и Нидерландов. В городе находятся 8 театров, 30 музеев. В том числе археологический, палеонтологический, музей Библии и другие. Планетарий, зоопарк, 80 гостиниц Сокей. 7 тысяч мест, около 800 кафе и ресторанов. В черте города находится дворец 18 века Эрбдрастенхоф. Или идет дождь, или в Мюнстере звонят колокола. Если и то, и другое, значит сегодня воскресенье, местная поговорка. Один из прекраснейших городов Германии, Ханс-Гюнтер Винклер, многократный олимпийский чемпион и чемпион мира в конном спорте. Красивый, прямо-таки благородный город. Здесь великое прошлое соответствует динамичному настоящему. Впечатляюще, папа Бенедикт 16, в свою бытность доцентом университета в Мюнстере. Все это было разрушено. Это совершенно незаметно, Эдуард Шеварднадзе, министр иностранных дел СССР, о центральной части города. В Мюнстере у меня была необыкновенная возможность встретиться с замечательным кусочком истории и поучаствовать в ней, Генри Киссинджер, госсекретарь США. Русская Православная Церковь. В Мюнстере с 1996 года есть Русская Православная Церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. Богослужения проводятся еженедельно на Хоммерстрей 371. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии.